А зараз слово Резонерам. Максим Бужанський, прошу. Знаете, в отношении НАТО очень скоро может возникнуть ситуация, когда нам всем придется определиться, что нам важнее. Реальная свиница в руках или журавль в небе. Если это произойдет, то, наверное, всем нужно будет поступиться какими-то политическими амбициями ради блага страны. Поэтому можно не сделать так и остаться журавлем в небе, который никогда не прилетит. Теперь, что я хотел бы сказать. Вы знаете, наш включившийся в эфир гость Гарри Кимович Каспаров нагло врал всем в глаза, все ласково улыбались ему, кивали. К сожалению, не было возможности, я бы ему сказал. Вот когда он рассказывал о том, что весь западный мир нас предупреждает об опасности и лучше предупредить 250 раз. Нет, друзья мои, так не предупреждают. Когда знают об опасности президент Соединенных Штатов, премьер-министр Британии, кто угодно мог бы позвонить нашему президенту конфиденциально и поделиться данными разведки. А с утра до ночи кошмарить в прессе так не предупреждают, так пугают. Пугают вас, дорогие друзья, чтобы вы испугались, чтобы вы поддались панике, чтобы вы обрушили курс, чтобы вы начали давить на власть, чтобы вы выкрутили власти руки. Это шантаж, и он постеснялся об этом сказать. Теперь по поводу предложения господина Гройсмана, угруповываться внутри. Ну давайте попробуем угруповываться. Вот я угруппуюсь зараз с паном Артуром Горасимовым. Зауважение. Вот уважаемый Артур сказал, что граждане хотят видеть у власти взрослых профессионалов. Это так? С небольшим уточнением. Но 80% из этих граждан не хотят при этом видеть профессионалов взрослых хоть какое-то отношение, имеющее к Петру Порошенко. Это даже больше, чем на прошлых выборах. Это первое. Второе. Уважаемый Артур говорит, была плохая повестка дня. И я с ним полностью согласен. Сегодня была плохая. Вчера была плохая. Будь моя воля, была бы другая повестка. Закон о языке отменить. Языковые квоты, из-за которых Наташа вынуждена извиняться перед Каспаром, что она говорит с ним на незнакомом языке, отменить. Закон о люстрации позорный, отменить. Позорные законы языковых штрафов, отменить. Отменить все. Закон, который запрещает учиться на родном языке, отменить. Отменить все то, что мы обещали отменить на выборах. Вот это надо было бы сделать. Наверное, эта повестка тоже не понравилась Артуру. Но она бы, наверное, понравилась вам. Ровно еще секунду, Наташа. И последний момент. Артур каждый день говорит... Что-что? А Путин приходит типа захищатых российских граждан. Мне наплевать, что Путин. Я гражданин Украины. Думаю об интересах украинских граждан. И призываю вас, уважаемый Артур, делать то же самое. Так вот, по поводу... Мы не сразу же два европейских солидаристы. Путин, по новому, на одну часу. Стоп. Ну, Леш, я хочу подознать вопрос. На одну часку. Завтра вы обещаете, что вы подпишете законопроект, провиделая 50 миллиардов долларов. Так вот как раз про 50 миллиардов я хочу сказать. Макс, скажи, пожалуйста, ты считаешь, главная проблема сейчас... У нас сейчас, мы мамы выходят за сферу. Я не сказал, что это главная проблема. Я не сказал, что это главная повестка. Моя повестка была. Вот это, 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 это вопрос в Украине. Может, надо оставить языковую тему лет на 10. Конечно надо. Вернуть все к Конституции. Европейским нормам и правилам навсегда оставить, Леша. Не на 10 лет, на 300 лет оставить. На 400 лет. Ты ущемлен сегодня в Украине? Все ущемлены. Да, ущемлены. Чем ты ущемлен? Ущемлен. Я сейчас тебе обращаюсь на русском языке. Ты ущемлен? Я ущемлен? Я ущемлен? Я ущемлен? А Наташа говорит на украинском. А наши зрители из-за вашего закона уходят смотреть какой-то там российский канал. А наши дети не имеют права учиться на родном языке. А наши люди не имеют права работать парикмахером на родном языке. Наташа, я хочу закончить, а не украсть. Про 50 миллиардов. За что это вот чужичные? Про 50 миллиардов. Про 50 миллиардов. Можно я с чужичными? Законоподавайте, я здесь всего 11-й точка зрения. Вы боитесь моего мнения? Дайте сказать. Ну не надо. Про 50 миллиардов. Ну один и вы. Про 50 миллиардов. Так вот, в 2019 году принятый Порошенко бюджет на оборону составлял, я неделю об этом как раз писал, 102,5 миллиарда гривен. Правильно? Принятый в этом году на 22-й год. Слугой народа, Зеленским, бюджет на оборону составляет 133,5 миллиарда гривен. А цинный банк? То есть на 30% выше. Что вместо Порошенко в 2019 году дать на 50 миллиардов больше? Я хочу услышать ответ на этот вопрос, потом я буду подписывать или не подписывать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.